У нас в гостях енот, которого зовут Фунтик. Енотик кругленький такой, к зиме уже отъелся, жирок накопил. И Наталья Бархатова, хозяйка этого енота. Доброе утро, Наталья! Доброе утро! Ну что же, пару слов об этом красавце, гости нашего сегодняшней программы. Ну, это енот, его зовут Фунтик, ему три года уже. Он три года живет у нас, мы его купили, ему было полтора месяца. Взрослая особь, да? Да. Готовится к спячке. Они, кстати, еноты уходят до зимы в полусонное состояние, да, иногда по месяцу спят, да? Ну, в морозы вообще не выходят на улицу. Скажите, вот это его обычное состояние? Он очень беспокойный, он такой подвижный, вы его постоянно держите, он выкручивается. Это вот, это потому что он волнуется в нашей студии или потому что... Нет, потому что ему нужно все потрогать. Они тактильные, они все ощущают только на ощупь. Почему они стирают? Потому что они с водой, усиливается ощущение вот эти все, ему все, вот он, ему прям все потрогать надо. Все-таки енот полоскун, да? Мы останавливаемся на такой гипотезе, да? Хорошо, по поводу агрессии, как он ее проявляет, является ли он кусучим? Ну и вообще, в принципе, еноты агрессивные животные? Ну вообще, на самом деле, они агрессивные животные, только, ну вот он с возрастом и с определенными действиями, он перестал нас кусать. А изначально он нас прям кусал и кусал. Покусывал или кусал? Прям кусал. А потом привык просто? Нет, потом мы его просто кастрировали и он стал адекватный, спокойный. А, вот оно что, гормональный фон поменялся. Особенно весной он очень был злой прям. Слушайте, ну вот он вообще как-то вас любит? Вот коты и собаки, они любят своих хозяев? Нет, у них нет хозяина. Вообще нет хозяина. Я просто даю ему еду, и он знает, что я вот сейчас приду и насыплю ему поесть. Ну, давайте признаемся нашим зрителям, что все-таки, если у кого-то появляется желание завести подобного питомца, это не вариант, да? Ну, я не советую. Я на самом деле не советую. Я знаю много историй, люди заводят, они живут у них в отдельных комнатах, там вольеры, там это все обустроено, там качельки всякие, да? Он там будет прекрасно жить. Но если у вас просто клетка какая-то маленькая, ну это прям нереально. Он будет висеть на шторах, открывать крови. У Натальи живет в вольере, да? Как говорится, на территории вашего дома. Не в квартире, не в частном доме, да? Все-таки у него обустроена своя площадка. У него своя территория, да. У него своя будка, свой вольер, где он там ходит, играет. Он живет, в принципе, иногда даже с собак, и собака маленького размера, и они там вдвоем дружат. То есть с другими животными все нормально? Агрессию не проявляет, не кусает, не берется с ними? Нет, ну может за корм подраться может, то есть за еду. А так нет, он играет, он с котами играет хорошо. Вот он все рвется, я не знаю, может быть он уже к тазику рвется, к стремочкам, да? Кормом пахнет, да. Ага, ну что, будет полоскать, не будет полоскать, а? Сегодня в студии у нас енот Фунтик. Давайте попробуем, дадим ему возможность к этому тазику. Так, о. Ну конечно, он вылавливает лапками маленькими корм, но мы же предварительно подготовились к вопросу, да? Ну вот сейчас корм новый для него, не его обычный, он его сейчас скорее всего будет пробовать, то есть лапками. Ну это сухой корм, да? Он ест сухой корм, да. Как собаки, да, или кошки? Он с удовольствием съест и мясо, и яблоки ест, и виноград ест. Чего нельзя им давать? Ну не рекомендуется, может быть. Они всеядные. Они всеядные. А вообще хищник? Вообще всеядные. Вообще всеядные. То есть и травку может поесть, да, и кусок мяса съесть? Да, и капусту там иногда поест, когда ему очень хочется, и мясо с удовольствием прям целое. А можно ли его назвать охотником, может, на крыс, на мышей? Нет? Ну, скорее всего, в дикой природе они этим и добывают еду. А как вообще его заставить попробовать пополоскать? Нужно что-то сделать, или он сам пока все это... Пока сам все не решит. Слушайте, вы вообще, я вот отвлекся, не знаю, кто такого количества насыпал корму. Мне кажется, до конца программы он будет занят именно с ним. А далеко не с тряпочкой, которую мы положили, для того, чтобы он все-таки мог доказать или опровергнуть мнение того, что еноты являются такими полоскунами, да? Наталья, а можно его погладить? Как он на других еды? Давайте тогда тазик уберем, погладите, потому что вот он с кормом может... Да нет, 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 не будем отвлекать мужчину от еды. Ну что вы, я думала, пока он занят кормом, я его так потрогаю. Вот как раз он с кормом, он может проявить агрессию, потому что, ну, подумаешь, что вы еды отбираете, да. А хотелось бы. Такие они пушистые, такие они милые. Вы, наверное, поэтому и решили завести, да? Это дочь у меня захотела. Все заводят, и она решила завести, да. А, кстати, когда он агрессирует, он, не знаю, шипит, пищит... Он прямо шипит, он прям, ну, как у них такой определенный звук, и он... Ну, как кошка, да, наверное, сравнимо с этим, нет? Ой, это как больше скрип какой-то, я не знаю, ну, то есть... Ну, не будем доводить... Ну, да, нет, ну, среди нас нет таких смельчаков, да, в тот момент, когда у него утренний идет... Он там уже стирает, корм выпрашивает. Ну, скажите, в уходе-то он не проблемный, я не знаю, часто болеет, не болеет, или абсолютно здоровое существо? Вот он, вот он, пошел стирать. Пошел стирать наш мальчик, наш мальчик. Ну, вообще нет, мы его моем два раза в год, когда линька идет у него, промываем компрессором, сушим, как собак, и, в принципе, все. Ну, он как бы относительно адекватно к этому относится. Но мы можем сказать, что он абсолютно не пахнет, но вообще никакого запаха ни близко, ни на расстоянии нет. Потому что он кастрированный. Потому что он кастрированный. Когда он был не кастрированный, пахло от него просто, ну, то есть руками потрогаешь, и все. Вот видите, какая особенность есть, да, вот у этих животных, которые должны проживать в вольере, да, которым свобода нужна, да, не какая-то узкая клетка, да, там, метр на метр, а все-таки должен быть какая-то полноценная площадка для того, чтобы он там... Ну, и у качеля, там, в вольере он качается, там, лазилки всякие. То есть он очень любит играть? Он очень любит двигаться много, и многому нужно двигаться. Если он не будет двигаться, он еще больше ожиреет, и вообще там сядет и будет сидеть. Так это и удобно, а пусть сидит, а то везде, значит, лазает, что-то там трогает, откручивает, отвинчивается. Мы ему корма насыпали, сколько он не лопнет? Сколько у него вообще миска, это, ну, порция? Ну, вообще у него 200 грамм суточная порция, но мы кормим один раз в день вечером. Ну, сейчас утром позавтракал. Нет, ну ему надо же рог набирать, правда же, перед зимней спячкой, он скоро уйдет уже в нее. Если он живет в Валерии, то как он прогуливается? Я вижу, у вас есть шлейка, да? Шлейка, рулетка, и он ходит по... Как собака, да? Да, он ходит, мы сюда пришли вот так. Ну, если его отпустить, все, привет, да? Ну, сложно будет. Нет, можно поманить его кормом, и он сразу прибежит, или там мясо кусок показать, он сразу скажет. Ах, продажный, да, какой? Ну, еда, да, за еду он прям... он и общается, наверное, с нами за еду. О, понятно. Спасибо огромное Наталье Бархатовой и енотику Фунтику за то, что так рано сегодня приехали в нашу студию, отлично пообщались. Спасибо тебе, Фунтик. А на кличку-то на свою откликается? Нет. Слушайте, хозяев не любит, на кличку не откликается. Все, что нам надо, это еда, да, Фунтик? Да, которая закончилась. Все, вам большое спасибо, скажите, я пошел дальше. Спасибо.